Итоговый выпуск новостей в студии Анна Ниченко. Здравствуйте. Защита восточных границ Европы от российской агрессии и борьба с коррупционерами и олигархами. Украина, по словам президента Владимира Зеленского, каждый день доказывает, что является частью Европы. Глава государства уверен, наша страна обязательно станет и частью ЕС. Точно так же, по мнению президента, неизбежное и вступление нашей страны в Североатлантический альянс. Как Украине получить билет в Евросоюз и НАТО? И усмирит ли это Россию? Разбирались мои коллеги. Украина не хочет войны. Но для мира, как бы это парадоксально не звучало, она должна иметь сильную и боевую армию. Хочешь мира – готовься к войне. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. Повышать боеготовность и вооружать нашу армию по стандартам НАТО Украина начала еще 7 лет назад с началом российской агрессии. Именно поэтому сейчас для Украины стратегической целью является полноправное членство в Евросоюзе и НАТО. Для этого предупреждается идти в максимально стыслые сроки достатной взаимосумместности ЗСУ и других складовых секторов безопасности и обороны за соответствующими структурами государства Альянса и отримать запрошение и объединиться к плану действий по членству в НАТО. Как скоро Украина получит план действий по членству в НАТО, станет известно уже в июне после саммита лидеров стран Альянса. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, подготовку к этой встрече Украина начала еще 8 месяцев назад. «Прошло 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации, что настаиваем на выполнении этого обещания. Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ». Вступление Украины в ЕС и НАТО не означает моментального окончания вооруженной агрессии России на Донбассе, считают эксперты. Но военная мощь страны, приведенная к стандартам НАТО, ускорит процесс освобождения наших территорий. «Вряд ли НАТО придет в Украину освобождать. Просто радужное представление, что приходят войска НАТО, и прямо на линию разграничений, и потом вступают туда. Это мы должны будем сделать своими руками, а не руками НАТО или кого угодно. Я категорически за вступление Украины в НАТО, именно потому что мы сами будем тогда лучше научены, лучше вооружены. Нам будет к кому обратиться за помощью подсказкой». На этой неделе, напомню, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что вопрос о долгосрочном партнерстве с Украиной будет одной из тем для обсуждения на саммите 14 июня. Татьяна Сулей, Новости Украины. Европейская Украина. Какая она для жителей нашей страны? Какими должны быть европейские ценности и как относятся украинцы к евроинтеграции? Об этом в День Европы в Украине мы расспросили жителей городов в непосредственной близости к линии соприкосновения. Давайте узнаем мнение людей из Краматорска и Северодонецка. «Для меня европейская Украина – это хорошие пенсии, достойные зарплаты. Это правовое законодательство, чтобы было в Украине. Чтобы люди не боялись за свою жизнь, чтобы они знали, что они защищены». Прогрессивный, технологичный, развитый. Вижу, что в Украине будет хороший уровень жизни, зарплаты, соцпакет поднимут. Европейская Украина для меня, во-первых, высокий уровень жизни. Потом культура, культура общения, культура воспитания детей. Все социальные вопросы, все социальные темы работают в полном объеме этой медицины и образования. Я положительно отношусь к евроинтеграции, потому что это, я думаю, единственный на сегодня путь, который позволит прогрессировать Украине, получать развитие и дает перспективы на будущее. «Я считаю, что это тот путь, по которому должна идти Украина. И для меня это даже не стремление Украины стать частью Европейского союза, как союза, а именно внедрение тех ценностей, внедрение тех стандартов, которые есть в европейских странах». «Я считаю, что евроинтеграция – это возможный путь к процветающему будущему нашей страны. Ведь у нас сейчас есть два варианта – либо шаг назад, либо шаг вперед». «Европа – это у каждого должна быть в душу. И тогда у нас с удовольствием любая интеграция для нас будет просто залюбкой, потому что нас все будут ждать. Я ВПО, и для меня Украина – это все. Поэтому я тут. Мы – большая нация, и мы способны сами строить у себя Европу и способны поменять на лучшее». Украина не исключает вероятности передать России Виктора Медведчука в обмен на украинцев, незаконно заключенных в тюрьмах РФ. Это было бы возможно в случае вынесения приговора народному депутату оппозиционной платформы за жизнь. Такое мнение в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, подобное решение вправе принимать только глава государства. Во вторник генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала народному депутату Виктору Медведчуку подозрение в госизмене и покушение на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. А накануне на главу полицсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» надели электронный браслет. До 9 июля он пробудет под домашним арестом. Сторона обвинения настаивала на заключении Медведчука под стражу, либо залоги в 300 миллионов гривен. Национальное цифровое телевещание запустят в Украине в ближайшее время. Такое решение накануне принял Совет нацбезопасности и обороны. Этот шаг позволит транслировать украинские телеканалы в самые отдаленные уголки страны. Почему это важно в информационном противостоянии с Россией и как украинцы смогут подключить цифровое телевидение бесплатно, разбиралась Юлия Кричкова. Бесплатный доступ к украинским телеканалам для борьбы с влиянием российской пропаганды. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, особенно важно доставлять украинский сигнал в приграничные районы. В прошлом году произошло, вы все про это знаете, кодирование сопутствующего телевидения. Единый оператор цифрового мовления покрывает не всю страну. И, в частности, сигналы нет на прикордонных территориях. А жители прикордонных территорий из России поддаются информационной пропаганде окраинных агрессоров. Эти проблемы первичайно решают создание загальнонациональной цифровой телеведии Мультиплекс МХ-7. Единственный оператор цифрового телевидения в Украине – частная компания, покрывает только 70% территории страны. Для государственного Мультиплекса выбрали другой диапазон вещания. Он позволит организовать передачу данных на большие расстояния – до 30 километров. Сигнал Мультиплекса покроет 95% подконтрольной правительству территории Украины. Темчасово окупованные территории мы разместим передавачей, как возможно, ближе к линии зипления. Метровый диапазон позволяет значительно далее проникнуть на неподконтрольные территории. Практически половину неподконтрольных территорий мы покрием цифровым сигналом. И там сможет смотреть украинское телебачение. Мультиплекс можно будет включить от 10 до 12 каналов. Среди них будут государственные и общественные вещатели. Частные телеканалы смогут получить частоты через конкурс. Его проведет надсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Мы сможем начать эти процедуры тогда, когда этот мультиплекс уже будет сбудован. Каналы должны представить свои концепции, показать, что именно они планируют работать. Это должны быть ответственные, приватные, коммерческие структуры, ответственные перед аудиторией. Для того, чтобы поймать сигнал государственного цифрового вещания, украинцам не нужно будет тратить много денег. Не каждая бабушка в селе, имея небольшую пенсию, может себе позволить купить сопутникового обладания. Сигнал будет передаваться в некодовом виде. Для принятия этого сигнала необходимы старые антенны, в которых передавалось эфирное мовление. Стоимость реализации проекта – почти полмиллиарда гривен. Их возьмут в кредит под государственные гарантии. Мультиплекс должны запустить через шесть месяцев после получения денег. Рассчитывают, что это произойдет уже в 2022 году. Юлия Крючкова, Евгений Савицкий. Новости Украины. Сирены воздушной тревоги снова звучат в городах Израиля. Ракеты боевиков Хамаса сегодня достигли столицы Тель-Авива. В ответ израильские военные нанесли ракетные удары по сектору газа. В результате разрушена высотка, где находились офисы местных и международных СМИ. Менее чем за неделю жертвами Палестино-израильского конфликта стали 42 ребенка. Более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от обстрелов. Подробнее о ситуации расскажут мои коллеги. 200 ракет выпустили боевики из сектора газа по Израилю за последние сутки. Система противовоздушной обороны перехватила более сотни. Еще 30 до Израиля не долетели и упали в самом секторе газа. В результате атаки погиб еще один человек в Рамадгане. Это уже девятая жертва. Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве и других населенных пунктах. Была сирена. Я проснулась и крикнула всем, чтобы они шли в убежище. Через секунду произошел серьезный взрыв. От него здания зашатались, как вода, как водяная кровать. Мой муж сказал, похоже, какое-то здание рухнуло. Он посмотрел и увидел, что все окна были разбиты, а на улице много мусора. В свою очередь Израиль продолжает обстреливать сектор газа. Сразу четыре ракеты попали в многоэтажку, где размещены офисы мировых СМИ, Associated Press и Al Jazeera. Это уже четвертое высотное здание в секторе газа, которое пострадало от ракетных ударов со стороны израильских военных. В Израиле считают, что высотные сооружения используют как офисы, штабы или склады с вооружением боевиками Хамас. Число жертв в секторе газа достигло 130 человек. Более 30 погибших – дети. Почти 950 человек получили ранения. Израиль предупреждает о готовящихся ударах по высоткам заранее, чтобы мирные жители могли убежать. Что мы сделали? Мы же не запускаем ракет. В чем наша вина? Почему мы должны покидать наши дома? Что мы сделали? Какое право у них есть на то, чтобы заставить нас покидать дома? В разрушенном доме проживали 10 человек, 8 детей с матерью и отцом. Дети в возрасте от 1 года до 8 или 9 лет. Это систематическое убийство, без какого-либо оправдания такому преступному деянию. Это невероятно и бесчеловечно. Зарубежные посредники разработали несколько вариантов перемирия. Но как боевики Хамаса, так и израильская армия прекращать огонь не спешат. Израиль хочет показать, что удары боевиков будут для них самих разрушительными. Хамас совершил серьезную ошибку, когда решил открыть огонь по государству Израиль. Армия обороны Израиля ответила атакой. Мы наносим удары со значительной силой по производственному потенциалу Хамаса и палестинского исламского джихада, на восстановление которого у них уйдет много времени. В то же время мы проводим крупную оборонительную операцию в воздухе, на суше и на море. Наиболее важной является защита от ракет. Конфликт между Израилем и боевиками Хамас обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме, который палестинцы считают своей столицей. После этого начались регулярные массовые ракетные обстрелы с обеих сторон. Ракетные удары продолжаются с понедельника. Евгения Бурда, Роман Смоллер, Новости Украины. Как оказать первую помощь, остановить кровотечение и оперативно реагировать при массовых чрезвычайных происшествиях? Такие навыки отработали сотрудники контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области. На тренинги побывала и наша Анастасия Волкова. По легенде подорвался пассажирский автобус. Есть жертвы много травмированных. Задача Игоря – рассортировать людей на погибших с тяжелыми травмами, средними и легкими. Это даст возможность спасти жизнь тех, кого еще можно спасти. Искусственное дыхание, как проводить, как оценивать, как тестировать, сортировать людей в случае массовых поражений. Инструкторы из Одесского центра специальной подготовки учат сотрудников контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, сердечно-легочной реанимации и первой помощи при травмах. В случае боевых действий, да, это самые частые травмы, это ампутации, это огнестрельные ранения, это осколочные ранения, да. То есть при этих типах травм самое частое осложнение, да, является это кровотечение. То есть мы на наших тренингах учим нескольким сразу приемам остановки кровотечения, да. Тренинги провели для сотрудников по ПВВ из станицы Луганская, а также военно-гражданской администрации. Мы не медики, как бы мы все, для нас было новое. Конечно, первую помощь раньше оказывали, только сейчас оказывают уже по новым стандартам. Как бы для нас это было новое. Надеемся на то, что мы не столкнемся с ситуацией, но если будет, то оказать первую помощь, доврачебную, получится. Обучение организовало государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление» в рамках специальной программы ООН при финансовой поддержке Евросоюза. Тренинг, который формуется протягом травня до вересня этого года, он под собой имеет на пути создание приблизительно 50 менторов и работников на контрольно-пропускных въездных и выездных пунктах біля линии розмежевания. Участникам тренингов выдали сертификаты. Теперь они смогут передать полученные знания другим специалистам в сервисных и режимных зонах КПВВ. Подобные тренинги проведут летом в Донецкой области, а ближе к осени – в Херсоне. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Новости Украины. Законопроект, который предлагает освободить жителей временно оккупированных территорий от штрафов за вынужденное пересечение государственной границы, зарегистрировали в Верховной Раде. Сейчас жители Ордло вынуждены выезжать через участки границы неподконтрольной Украине и нарушать закон, поскольку оккупационные администрации блокируют почти все пункты въезда-выезда на линии соприкосновения. Подробности в нашем материале. Одна из Запорожья, другая из Чугуева. Женщины едут на встречу с подругами, которые живут на временно неподконтрольной Украине территории в Донецке и Луганске. Последний раз они виделись два года назад на мосту в станице Луганской. Сейчас нет сообщения свободного между подконтрольной и подконтрольной частью, нет автобусного сообщения, нет железнодорожного сообщения. Место встречи символично на улице Дружбы народов. С одной стороны украинский населенный пункт Меловое, с другой российский Чертково. Посреди улицы государственная граница. Мы очень по вам соскучились. Окупационные администрации уже больше года под предлогом карантина ограничивают выезд людей на подконтрольную украинскому правительству территорию. Блокируют почти все пункты въезда-выезда на линии соприкосновения. Неформально ми розуміємо, що скоро вступна кампанія. Ми розуміємо, що так звані ДНР розгорнули мобілізаційну кампанію. І в них доволі тривали вже час таки неміти трек на припинення чи обмеження зв'язків мешканців підконтрольних територій з непідконтрольними. Власне, чим довше мешканці окупованих територій, наші громадяни перебувають в такій ізоляції, тим складніше вибудовувати зв'язки, тим складніше реалізовувати заходи з реінтеграції. З підконтрольня Києва сторони готови к пропуску людей все 7 КПВВ. Но только один открыт каждый день. Ещё один по понедельникам і пятницам. Вони також пропускають людей на цьому напрямку. А на інших напрямках вони блокують рух громадян. Щобо встретиться в Миловому, подругам пришлось ехать лишних 200 км. А жительницам неподконтрольних Донецка і Луганська ещё і грозит штраф. От 1700 гривень до 3400. Поскольку для в'їзда через Россію вони пересекали неконтролюємий участок границі. Ми розуміємо, що вони заложники. Вони не по своєй волі. Вместо того, щоб проїжджати 55 км від Донецка до Волновахи, вони тепер роблять крюк в 1000 км. Виїжджають на територію России только за тем, щоб попасть на територію України і получить свої законні виплати, соціальні. І якщо допомогти своїм родним і близьким. В Верховній Раді предлагають отменить ці штрафи для жителей Ордло на період карантина чи блокування КПВВ. Вопросах открытия українська делегація в трехсторонній контактній групі по урегулированню ситуації на Донбасі поднимаєт едва ли не на кожному засіданні. Евгения Бурда, Анастасія Волкова, Андрей Магомедов. Новости України. Ігры воїнов. В Києві – саме масштабне національне соревновання среди военнослужащих і ветеранів, травмірованних в зоні проведення боєвих дій. Проходять вони в рамках фестиваля «Побіда непокоренних». Подробній матеріалі Юлії Грановській. 260 ветеранів і воєннослужащих в цьому році приймають участь в національних соревнованнях «Ігри воїнов». Среді них і ветеран Евгений Алексеєнко. Він получив серйозне ранення в ногу в 2016-м. Тоді і почав займатися пауерліфтінгом, щоб научитися ходити заново. З початку спорт для реабілітації був, а тепер спорт для заради досягнень. Я в 2018 році став членом збірної, яка в Сіднеї була участь, приймав. Там я взяв другий місць, і зараз це вже інший формат турніру «Вері Оргейм» – це перший раз. Сейчас спорт для Евгения – стиль жизни. Соціалізация, психологічна підтряга, реабілітація. Для воєнослужащих спортивні соревновання – це можливість адаптуватися к обичій гражданській житті послевоєнній службі. По-перше, це мотивація. По-друге, я буду брати перше в цих змаганнях участь. І хотілося б щось для себе показати, наскільки я сильний, наскільки я можу. В стрільбі і плаванні пробують свої сили Ярослава Мазур. На соревнованнях представлені такі види спорта. Стрільба із лука, гольф, стрільба, волейбол, баскетбол, лігкая атлетика, плавання і інші. Сьогодні у нас відбувається національний відбір з унікальної кількості адаптивних видів спорту – 11. Змагання будуть відбуватися два дні, змагання будуть відбуватися на шести локаціях. Судять участників по всій строгості, без поблажек. Взагалі разі в суддісті немає, тому що суддя, він має бути справедливим, чітким, невзираючи на які там жизнені ситуації. І тому все буде строго і побіг сильніше. Крімі мотиваціонних спортивних сорівновань для воєннослужащих в Україні, крайне важливо розробити чітку програму реабілітації ветеранів. Для нас дуже важливо, щоб коли ви повертались до дому, наші війни, які захищають Україну, які поранені, щоб ви не залишалися вдома сам на сам. Национальний отбор на «Играх воїнов» проходит в рамках фестиваля «Победа непокоренних». По результатам сорівнований буде сформирована національна сборна України із 40 участників боєвих действий, які впервые будуть представлять Україну на международних сорівнованиях «Игры воїнов» в Соединенних Штатах Америки. «Игры воїнов» проводятся ежегодно Министерством обороны США при участиї 12 сборних із 8 стран мира. В цьому году вони пройдуть в сентябрі. Юлия Грановська, Сергій Савчук, Новости України. Симфонічна муза під відкритим небом. В рамках Дні Європи на Михайловській площаді в Києві звучит муза європейських композиторів. Там сейчас знаходиться наш корреспондент Юлия Крічкова. Юлия, розпові, які композиції звучат і наскільки багато людей прийшло послухати. Анна, сьогодні звучат композиції композиторів з різних країн Європи. Немця Рихарда Вагнера і австрийця Йоганна Штрауса. Але найголовній сюрприз сьогоднішній програмі – це виконання балету українського, французського композитора Федора Якименка, який називається «На берегах Дніпра». Це произведення виконується сьогодні публічно вперше, через 100 років після того, як композитор його написав. І прямо зараз музиканту його виконують на сцені. Я передагаю оператору зараз перевести камеру на сцену і показати, як це відбувається, і послухати цю прекрасну музику. Дирижіром на сьогоднішній концерте виконує Кирилл Карабец. Це всімірно известний український музикант і дирижір. І именно він знайшов в архивах в Париже ці ноти, і тому сьогодні змогла прозвучати ця музика. Давайте послухаємо, що дирижір нам сказав. Це совершенно уникальна личність, яка з'явилася неизвестна по разным абсолютно причинам до сьогоднішнього дня. Але це композитор, який достойний бути в першому ряду українських деятелей музики і культури ХХ віка. Він народився в Харкові, умер в Париже. Але поскільки я 20 років живу в Париже, я просто не мог пройти мимо цієї історії. І вот сьогодні це один із наших концертов, які запланировані в цьому гаду, після я надіюсь, ім'я цього чоловіка стане більш більш известним і виконяємо. Це, ну, представте себе, балет, називається «На берегу Днепра». Тому особливо трепетно, конечно, ісполняти це. Ім'я цей день вперві, через практично 100 років після написання цього произведення. Сьогодні на Михайловській площаді прекрасна атмосфера. Сотні людей собралися тут, щоб послушати цю музику. В основному це ті люди, які дуже люблять симфонічну музику. Давайте послушаємо, що вони нам сьогодні розповіли. Мені дуже подобається симфонічна музика, а, по-друге, я прочитала, що буде наш композитор Яковенко, так, і що це перший раз його твори виконуватись будуть. Я сьогодні тут, тому що я навчаюся на музиканта, і мені дуже цікаво, тому що це світова прем'єра. І дорогу я прекрасний диригент Кирило Карабець. Нынешній праздник, День Європи в Києві, в цьому році посвіщен темі «Дунайський путь в Європу», так як Україна в цьому році є председателем Дунайської комісії. І організатори кажуть, що це дуже символично, так як іменно река Дунай об'єдняє всю Європу і Україну в тому числі. А праздновання в Києві продолжиться і завтра. В тому числі буде продовжити іграти цей прекрасний зборний оркестр. Передаю слово тебе, Анна. Дякую тебе, Юля, за хороші емоції. Юля Кричкова з Михайловської площади. Там, в центре столицы, в центре Києва, слушаються произведення гениальних європейських композиторів. Таким був цей выпуск. Прощаюся з вами до следующего. Уже готовим. Ви тем временем заходите на наші страницы в соціальних сетях. Узнавайте о главному в удобне для вас время. Хорошего настроения і мира всем нам! Дякую!